Безмолвный мир будущего Безмолвный мир будущего В Новой Вене череда праздников Сегодня официальный день рождения Модератуса Опуса Завтра официозный день его рождения А послезавтра государственный день его рождения А потом церемониальный день его рождения Праздновать свой день рождения каждый день Почему я раньше на этом не додумался? А, вот и ты, Люциус Надеюсь, ты рад, что пришел Кстати, ты принес мне подарок? А, да, господин Ура, ура, ура И что же это? Что ты мне сегодня подаришь? Резиновую лягушку? Да, резиновую лягушку, но она пищит Какая нелепость! Зачем? Самому жестокому диктатору всех времен и народов Лягушка, которая пищит Зачем она мне? А, понимаю У вас уже есть пищащие игрушки Что ты сказал? С днём, с днём, с днём А какой необычный нежеланный подарок принес нам в гонг? Потрясающе! Еще одну кучку земли! Какая щедрость! Что это за... Это я, Сир Мудрозуп, ваш маг Изобретатель Лучше бы ты забрал мне подарок Сегодня у меня день рождения, между прочим С днём рождения, Сир А, спасибо, Мудрозуп А это что такое? Хрустальный шар, ваш Сетос В нём можно увидеть события, которые произойдут в ближайшем будущем С помощью этого шара вы сможете узнать Что ждёт мир впереди её А, вот это я понимаю Настоящий подарок Люциус! В твоих интересах подарить мне завтра что-то более стойщее И тогда Фагот говорит тромбону Держи смычок, а я уберу пакетуру Кто это? Кто? Фагот или тромбон? Нет, нет, вон тот мужчина Понятия не имею Первый раз его вижу Интересно, кто он такой? Думаешь, он... Пошли узнаем, что ему надо Мудрозуп! Мудрозуп! Я смотрю, сюда уже битый час А эта дурацкая стекляшка ничего не показывает Ну, наверное, она просто не работает Не работает? Вообще-то он прав Чтобы увидеть что-то в хрустальный шар, нужны волшебные очки Волшебные очки? Да, сир Я хотел подарить вам их завтра Да, их сейчас же! Постойте, сейчас Да, она просто великолепна, господин Э-э-э-э Заморт Лаполь, Заморт Да, я делаю их сам Мне очень жаль с ней расставаться Но это единственная ценная вещь, которая у меня есть Мне не на что купить себе еду Дедушка, ну пожалуйста, эта шкатулка такая красивая, давай ее купим? Да, господин Бемоль, этому бедному человеку так нужна помощь Хорошо, я покупаю Я дам вам за нее двадцать пять модершиллингов Эй, двадцать пять? Да она и пяти не стоит Нет, нет, двадцать пять модершиллингов Ога, бодрожоп, я ничего не вижу в этом дурацком шаре, хотя на мне очки И это вовсе не потому, что он не работает Это потому, что у нас нет носителя Носителя, говоришь? Да, этот аксессуар необходим для правильной работы волшебных очков А ну, деси его сюда! Ну вот, сегодня я сделал доброе дело Я очень тобой горжусь, дедушка Скрип-скрип? Ну что? Все в порядке, скрип-скрип Там Люциос и полчища аэророботов, они летят сюда Он делает покупки Скорее, прячемся! Скорее! Скорей! О, господи, то есть я хотел сказать Здравствуйте, я могу вам помочь? Я ищу что-нибудь оригинальное для... А, нашел Она стоит двадцать пять, нет, тридцать модершиллингов У меня есть предложение получше Вы отдадите мне шкатулку бесплатно А я за это не буду стирать с лица земли вашу жалкую ловчонку Ну, как же... Это последняя цена Да, и вам, здрасте Ну и ну, какой наглец! Ах, наконец-то еда Это то, что я больше всего люблю есть Ничегошеньки! Ничего! Совсем ничего! Я абсолютно ничего не вижу в этой стеклотаре Мудрозов! Куда это ты собрался? Скажи на милость Я пошел за подарком к следующей пятнице За волшебными бровями предвидия Фу! Самое страшное позади – Господин Заморт! – Что у вас случилось? – Я только что видел Люциуса. У него в руках была моя шкатулка. – Простите, но он у меня ее отобрал. – Это катастрофа! Или даже хуже! Мы обречены! – Успокойтесь, прошу вас. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Да, вот посмотрите, вот так. – Так? Почему вы так беспокоитесь об этой шкатулке? – Я делаю игрушки. Эта шкатулка мое – самое удачное творение. – Это музыкальная шкатулка. Стоит только открыть крышку, и заиграет музыка. – Музыка? Если Модератус ее услышит, нам конец. Он же явится сюда, прямо в магазин. – Пропали? Мы все пропали! – И все это по моей вине! – А тем временем во дворце дела у Модератуса Опуса шли все лучше и лучше. – Смотри, Мишутка, смотри! Кажется, теперь работает! – Мудрозуб! – О, не знал, что для дня рождения нужно надевать костюм, Ваше Величество! – Молчать! Так, Мудрозуб, я вижу огромную аскориду. Смотри, какой большой червяк сидит в шаре. – Может, это ваш палец? – Нет, это червяк. – Да нет же, Люциус, это червяк! Ты же видишь, что у меня пальцы тонкие и длинные, пальцы художника. А здесь это толстое и бесформенное. Это червяк, точно. – Ваша светлость, у меня есть для вас подарок. – Потом, Люциус! Ну что, Мудрозуб, что хорошего пророчит червячок, э? – Если верите предсказанию, серьезное испытание принесет вам музыкальное деяние. Чудная рифма. – Ха-ха-ха! Великолепно! Музыкальное деяние! – Но ведь это может быть только он, Оскар! – Оскар! Он наверняка готовит новое нападение. – Ну что ж, мы встретим его, да, Мишутка? – Ха-ха-ха! Охрана! Все по местам! Враг не пройдет! – Наше дело правое, мы победим! – Это ужасно! Что же нам делать? – Нам нужно обязательно вернуть шкатулку. – Да! Если Опас узнает, где мы прячемся, сами знаете, что это будет мега-катастрофа! – Хм, я всегда думал, что лучшая защита – это нападение. Враг – наш штаб. Так, предлагаю молниеносное нападение вот отсюда. Зайдем с этого фланга, а затем контратакуем их с тыла. Это должно внести панику в их ряды, и мы сможем начать второе наступление группы Альфа. – Я ничего не понимаю! – Которая будет переброшена в точку дайта. – Я не могу сказать! – Из точки сигма. – А в это время Оскар займет патицию где-то вот здесь. То есть, нет, вот здесь. И сможет забрать шкатулку так, чтобы Модератус ничего не заметил. Ну что? Что скажете? – А зачем эта макаронина? – Макаронина? Какая макаронина? – Ну, вот эта. – Эрик, это не макаронина, это мой план. – Это меня и беспокоит. – У меня есть другой план. Полетим во дворец, заберем шкатулку и улетим обратно. А ну-ка, все на борт! – Господин Заморт? Господин Заморт исчез! – О, нет! Надеюсь, он не пошел за шкатулкой один. Ты, ты и ты! Следите за входом и выходом! А-ха-ха-ха! Они не знают только одного, что я уже все знаю. Благодаря твоему замечательному подарку, Мудрый Зуб! Господин, думаю, вас порадует подарок, который я вам пригод... – Не сейчас, Люциус! Ты что, идиот, что ли? Нас собираются атаковать! – Если меня будут спрашивать, я у себя. Пошли, танк! – Ну что ж, всем удачи! Так, давайте. Скрип-скрип, через десять минут начинайте диверсию. – Хорошо, Оскар, сверим часы. – А, у меня нет часов. – А, ладно, тогда сверю свои. – Удачи вам! – Да, она нам понадобится. – А, как же! – Зайдем сзади. – О, нет! – Там господин Заморт! – Что он задумал? – Похоже, он хочет уладить все в одиночку. – Господин Заморт, что вы здесь делаете? – Я подумал, что, может быть, Люциус захочет обменять шкатулку на что-то другое. – Это вряд ли. Люциус не привык меняться, он берет, не спрашивая. – Да, но у нас есть план. Возвращайтесь в магазин и предоставьте это дело нам. – У вас есть план? – И у меня тоже. Вы не знаете, на что способны игрушки. – Внимание, действуем по моему сигналу. Операции диверсии начинаются сейчас. – Ну и хорошо, что так. Я избавлен на сегодня от необходимости дарить подарок. – Люциус! Люциус, где ты? – Ну что опять? – И что в коробке? – У-у-у, как красиво! – Эй, птички! – Только посмотри, видишь, шары вправду предсказывают будущее. Они хотели застать меня врасплох, а теперь им самим не поздоровиться. – Не знал, что карнавал уже в самом разгаре. – Карнавал? – Да это носитель, это вещепарик, предсказательные усы. – Да, но вы не поймали Оскара, ваше величество. – Это не твое дело, Люциус! Какие-то жалкие мелочи. Если он здесь, аэророботы его найдут. А если не здесь, то обязательно он придет, чтобы освободить своих друзей. Итак, Люциус, у тебя ведь есть для меня какой-то подарочек? – Слушай, а как мы найдем... – Думаю, что нам и искать-то даже не придется. Надеюсь только, что это не Мадерадус. – А, вот и она! – Да, ее открыл танк. – Пошли. – Ой, что ты хочешь сделать? – Танк, дай мне, пожалуйста, шкатулку, танк. – Эй, нет, моя тутулька, моя, моя тутулька. – А ну скажи, Люциус, что это за подарок? Надеюсь, это не очередная резиновая лигода. – Оскар, пора бежать! Злодей идет сюда! – О, смотри! – Что? – Так, 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 спасибо, Люциус, большое спасибо. Какой прекрасный подарок! Оскара! – День близился к концу, но до конца истории еще было далеко. – Какое чудное видение, неправда ли? И хотя я это и так знаю, все равно посмотрим, что ждет их в будущем. Шут, горох. – Не знал, что в город приехал цирк. – Молчать! Скоро вам будет не до смеха. Смотри, мудрозуб, смотри. Это счастливое предзнаменование? Ну же, отвечай, мудрозуб. – Да, да. Коли видишь знакомое лицо, медвежье морда молюется, значит, все ваши желания сбудутся. – Ура! Ура! – Ура! – Конечно, если только не наоборот. – Что вы на это скажете, а? Все мои желания сбудутся, а мое первое желание, чтобы вы исчезли. – И у нас такое же. – Думаю, я должен поделиться своей радостью с народом, прежде чем расправиться с этими инструментами. Вывезьте их на балкон! – Солдаты, посмотрим, на что вы способны. Эй, не тяни токсина! Танк хотеть, шкатулка Танк хотеть, шкатулка Нет, ни за что Тромбон меня побери Нет, только не это Отдай мне ее, безмозглый коротышка Танк, танк Неси ее сюда Граждане Новой Вены Говорит ваш любимый деспот Как вы знаете, несколько лет назад Я пообещал полностью на сигналы совсем И бесповоротно уничтожить Все музыкальные инструменты Надеюсь, еще не слишком поздно И сегодня, дорогие подданные Вы станете свидетелями моего труда Отдай мне шкатулку, танк Нет, только моя Нечестная моя Танк? Я выиграл не просто сражение с музыкой Я выиграл целую войну Музыки больше нет Наконец-то наступит тишина Господи, простите, что так поздно Но лучше поздно, чем никогда С днем вас рождения Ваше официозное величество Ох, спасибо, Люциус Красивые подарочки Теперь мне есть куда положить Мой хрустальный шар Займись этим, а я пока исполню Своё первое желание Что это? Ничего, господин Я просто закашлялся Кхе-кхе-кхе А теперь О, что происходит? Еще один подарок Люциус Брось это И идем со мной Люциус Ты меня балуешь Оскара и шкатулки До сегодня было бы Вполне достаточно Но, господин Я не... Люциус Кто это? Господин Обус Верните мне Мою шкатулочку Твою шкатулочку? Она моя Понял? Моя, моя Мне ее подарил Люциус На день рождения Лю... 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 Люциус Люциус Сделай что-нибудь Аэророботы Вперед Эй Да не в меня, идиот В них Не беспокойся обо мне Главное Достань шкатулку Пока танк ее не взял Эй ah Я идиот Вперед Достань Хрустальный шар увеличивает громкость Откуда этот ужасный шум? А? Какой шум, Ваше Величество? Ну это... музыка! Остановите этот грохот, иначе я вас... Что? Что такое? Ай! А-а-а-а-а! Скорее, бежим отсюда! Теперь надо взять шкатулку! Скорее, запрыгивайте! Арестовать их! Схватить фортепиано! Молодец, Оскар! Отступаем! Мудрозоп! Люциус! Люциус! Это была музыкальная шкатулка! Как ты мог мне такое подарить? Музыкальную шкатулку! Музыка была в хрустальном шаре, Ваше Величество! Разве шкатулка может быть музыкальной? Э-э-э, мудрозоп! Что скажешь в свою защиту? Э-э-э... На помощь! Куда пошел? А ну вернись сейчас же! На! Вернись сейчас же! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.е. Т.е. Т.е.